Субтитры делал DimaTorzok Уже на работу Значит, скажу я вам так, что в Японии Первое, с чем столкнется приезжающий сюда человек из Европы Или из какой-либо там другой страны К примеру, там, ну из страны СНГ, там или же из Азии Вот, особенно там с северных городов Это жара, это духота и жара в Японии В данный момент погода еще более-менее нормальная Сейчас на улице порядка где-то 28 градусов И легкий ветерок, это вот хорошо Но летом, в июле-августе месяце, здесь такие, как сказать, температуры запредельные То есть это примерно 36-38 в тени Плюс ветра нет Влажность 90% И это реально парилка Это, то есть, такая духота, что дышать тяжело И в принципе вы можете с этим, как бы, бороться Например, ну, сидеть под кондиционером Там, или же ездить только в транспорте Там из магазина в магазин перебегать То есть это помогает Но если вы турист Если вы привыкли гулять Если вы привыкли гулять где-нибудь там По паркам или по каким-либо там Открытым площадям Где нету стенька Где нету кондиционеров Это может очень, скажем так, напрягать Потому что от такой жары То есть вот у людей, кто, например, страдает излишним весом То есть появляется отдышка То есть тяжело передвигаться Также можно схватить легко солнечный удар Это вообще как нифиг делать В Японии Постоянно скорые ездят Здесь особенно для пожилых людей И самое, что страшное Ну и, наверное, самое первое, что вы получите Это ожог, конечно Ну, то есть Кожа у вас сгорит буквально за полчаса Как вот можете видеть У меня У меня вот уже она вот сгорела Вот она уже Как коричневого То есть это Буквально вот за Полчаса-часа нахождения на улице Уже все красное становится То есть Поэтому Обязательно, если вы и приезжаете В июле-августе Запаситесь там Какими-либо там предметами Типа зонтика там Который защищает от ультрафиолета Или шапки там Или еще какие Там куртки есть такие охлаждающие Тоже очень помогают Значит Ну, с вентиляторами Естественно Потом Ну, вообще лучше не приезжать Конечно, в эти месяцы Это такие самые Мучительные месяцы для Японии И Это очень Напрягающие такие месяцы То есть там Вы должны будете быть готовы К этой жаре К этой духоте Грубо говоря Те люди, кто не переносит Сауну Или какие-либо там Повышения температур Не советую приезжать Потому что даже в тени У вас Не будет хватать воздуха Такая же духота в тени Как и на улице Далее Следующий минус Который меня не устраивает В Японии Это то, что Люди, японцы Очень медленно ходят Я не знаю, с чем это связано Но Многие из них Они Вот Идут с утра Выходят как на прогулку Ну то есть Они идут очень медленно Не спеша Вот так вот Считают ворон Смотрят по сторонам Да Считают ворон Так вот Смотрят по сторонам И могут остановиться Даже так неожиданно Встать где-то И Начать рассматривать Что-либо Им пофигу Кто там сзади И у них идет Значит Данные люди Могут вас просто Ну как бы Немного нервировать Ну по крайней мере Меня это напрягает Когда Мне нужно куда-то пройти На скорости Например Ну Как мы обычно ходим В России Вот японцы ходят Два раза медленнее И если вам куда-то Нужно пройти Чтобы успеть Это пройти Время Например Вы затрачиваете В два раза больше Поэтому это очень напрягает Я бы не советовал вам Идти за толпой Сзади Старайтесь обходить Потому что Вы можете просто Потерять время Стоя там В этой толпе И пытаясь Как что-либо сделать На входе Так вот И так же Вот напрягает Особенно Вот Когда я учился В школе Японского языка В саму На Шинокуба Там находится Корейский район Со всякими Там корейскими Значит Магазинчиками Составом От Кей-поп Групп Там Там постоянно Приходили Девушки Девочки Такие Вообще-то Мальчики Туда приходят В этот район Ну как бы Погулять Так вот Там улицы Очень узкие Там очень Узкие проходы И Они там Вставали В них В этих проходах И мешали Пройти Потому что Они с улицы Рассматривали Что там Внутри Внутри Магазина А там Метра Всего Прохода И если Два-три Человек Стоят Уже Все Уже Не пройдешь Так просто Туда В этот Ну по улице Дальше И поэтому Да Это Напрягало Также Еще Напрягало Немного На улице Это Вот Автомобили Медленно Очень медленно Ездят Они Многие Вообще Как бы Тормозят На столь На светофорах Вот Перед поворотом Они поворачивают Начинают И останавливаться Там Они стоят Смотрят Налево Направо Ну конечно Это безопасно Это все хорошо Но Если он подъезжает К светофору Или там К повороту Он уже посмотрел И он Вот он Полполовину Повернул И остановился Хотя Никого нет То есть И все равно Он смотрит Налево Направо И только После там Какого-то Времени Он начинает Еле-еле Трогаться То есть Вот это Вот да Это напрягает Вообще То есть Я вам скажу Что Если в России Это все Как бы Да У нас Там Раз Повернули Там Посмотрели Нет Никого Сразу Повернули Да То здесь Они будут Поворачивать Там Минуту Могут Поворачивать Вообще За счет Этого Скапливаются Огромные Пробки Просто То есть Например Вот две Полосы Да Одна в Одну Другая В другую И вот Он поворачивает К примеру Ну там Влево Там Или Вправо Не важно Вот Если там Едут Какие-то Автомобили Или кто-то Идет Человек Какой-то Да Вот он Останавливается Вся толпа За ним Стоит Даже Если Можно Объехать С левой Стороны Никто Этого Не делает Все Все Стоят Ждут То есть Место Есть Но Все Они Как бы Не чувствуют Габаритов Автомобиля Так Хорошо Как В Европе Это делают То есть Здесь Много любителей Водителей Много любителей Поэтому Они ездят Очень медленно Очень осторожно Боятся Что-то Либо сделать Там Скорость Не превышает Вот К примеру Ну в Японии Это нормально Если у вас Там Скорость Там Ограничение 30 Но Можно ехать До 50 То есть До 20 Км в час Здесь Ну как бы Это все нормально Без нарушений Многие едут Меньше 30 Даже То есть Они едут 20 Там И вот И не хотят Просто прибавлять Скорость Зачем им это надо Ну как бы Не спеша Скатаются Себе там По улицам Города И в принципе Это нормально Но С одной стороны Это хорошо С другой стороны Мне как бы Как Водителю Который тоже ездит С ними По дорогам То есть И который Из-за них Же стоит В пробках Потому что Они там Ну как бы Съедут Не спеша Вот он Даже По третьей Полосе Может ехать Там Со скоростью Которая Меньше Чем Ограничения И как бы Все И все Стоят И все Едут За ним Потихоньку Есть плюсы Есть минусы Скажем Еще Минусы В Японии То что Меня Вот Тоже Напрягает Это Очереди Это Японцы Обожают Стоять В очередях Это Им Хлеб Хлеба Напрягает Я бы Я бы Сказал Что Мне Доставляет Удовольствие Стоять В очереди Там По полчаса По два Часа Там В какой-нибудь Кафе Или ресторан Там Для них Это нормально То есть То есть Люди Они Вот Например Хотят Судеб Поесть Суши Вот Именно Здесь Например В этом Ресторане И Все И они Там Сидят Ждут То есть Вместо Того Чтобы Пойти Куда Другой Они Будут Сидеть Ждать И До Какого Там До Час Два Будут Сидеть Ждать То есть Ну Это Я не знаю Это Ненормально Ну Также И В Места Где Значит В Какие-то Мероприятия Какие-то Там Например Там Концерт Или Еще Что-то Туда Тоже Также Они Приходят И Стоят В этих Очередях По Два Часа Там По Три Ну Взять Те же Сам Парки Там Развлечения К Примеру Как Их Называют Ну Диснейленд Там Тот Же Самый Фуд Там Есть Фаст Пасс Это Как Ты Дополнительно Платишь За Вход И Еще Дополнительно Платишь За Фаст Пасс Есть Такая Штука Она Удобная Ты Можешь Пройти Практически Там С Минимальной Очереди Быстро Но Японцы Но У них Есть Деньги Они Могут Это Себе Позволить Но Они Этого Не Делают Они Оставляют Себе Обычные То есть Билеты И Идут Встают Все В очереди Там Очереди Скапливаются До Трех Часов Вот Серьезно На Один Аттракцион Три Часа Можно Стоять Это Вообще Это Жуть Ну Я Просто Был В Такой Ситуации Именно В Дисней Си Мы Ходили Три Часа Стоял В Очереди Это Вообще Жопа Чтобы Покататься На Пять Минут Или Сколько Может Меньше Короче Херня Вообще Ну Японцам Нравится Так Стоять В Очередях Но С другой Стороны Очереди Эти Все Таки Они Организованы Например В Госучреждениях Без Них Никуда Там Приходите Нажимаете Там Куда Надо Окошко Там Берете Квиток И Сидите Там Спокойно Ждете Все Нормально Следующий Минус Который Вы Встретите В Японии Это Отсутствие Привычных Нам Продуктов Которые Мы Привыкли Видеть В России Это Некоторые Виды Сыров Молочные Продукты Ряженка Там Или же Творог Творожки А Также Сырокопченые Колбасы Какие Либо Виды Вяленого Мяса Какие Продукты Еще Отсутствуют Помимо Ну Как я уже Сказал Привычных Нам Сыра Колбасы Сырокопченые Там Ветчины Или же Как Называется Пряженки Молочной Продукции Там Какие-то Кефира Также Мне Сырокосички Нравится Копченые Копченые Сырокопченые Сырокопченые И он В принципе Вкусный Но в Японии Его трудно найти Суджук Тоже Нравится Вот Такая Вяленая 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 Колбаса А свеклу Это Это Недешево Также Здесь Нет Продуктов Домашнего Приготовления Есть Какие-то Ну Знаете Там Замоченные В малом Растворе Уксус Какие-то Огурцы Или еще Что-то Ну Чтобы Вам Найти Например Морковь По-корейски Или Там Какие-нибудь Засолки Рассолы Там Что-нибудь Малосольные Огурцы Там Помидоры Тоже Например Какие-нибудь Маринованные Там Да Что-нибудь Маринованное Там Это Вам Нужно Идти В Инпортный Магазин Обычно Потому Что В Японии Япония Сама Таким Не Занимается Не Производит Такие Вещи Поэтому Вам Придется Искать Это В Импортных Магазинах Соответственно Цены Там Будут Больше Также Одно Из Неудобств Это То Что В Японии Не Действуют Наши Заграничные Права Российские И Чтобы Вам Взять Машину В прокат Вам Сможете Здесь Взять Машину На Прокат И Попутешествовать На Автомобиле Но Зато Здесь Транспортная Сеть Развита В целом Можно Путешествовать И На Поезде Поэтому Как бы Это Не Проблема Следующее Неудобство Которым Я Столкнулся В Японии Это Отсутствие Мусора На Улице Просто Отсутствие Мусора Есть Есть Мусорки Которые Просто Для Бутылок Или Для Банок Но В целом Эти Мусорки Не Подходят Для Выброса Обычного Мусора Это Бумага Там Пластика Еще Что То И Чтобы Вам Нужно Идти В Комбине Или Домой К Себе Относить Это Очень Неудобно Создают Проблемы Я Как бы Как Человек Привыкший Все Как бы Укидывать В Мусорки Ну Брать С собой И искать Где-то Мусорку То Есть По Полчаса То Для Меня Это Напрягает То Есть Это Неудобно И Я Вам Так Скажу Что Если Вы Будете Выбрасывать Мусор С банками С бутылками И Вас В этом Увидят Ну Заметят Я думаю Вас За это Никто Не поблагодарит А могут Отругать Даже Поэтому Вы Сами Смотрите Насчет Этого Мусорок Лучше Сразу Ищите Комбине И туда Выбрасывайте На улице Бросать Тоже Не рекомендую Потому Что В некоторых Городах Могут Даже Штрафовать За Это Ну И Последнее Что Может Напрягать Туристы Который Приехал Только Что Приехал В Японию Это Скажем Так Незнание Японцами Английского Языка Такого Многие Японцы Не знают Английский Язык Многие Но Полицейских К примеру Не многие Знают Но Это Только В Токио В центре Города А Где Нибудь За Пределами Токио Навряд Ли Поэтому Если Вы Приезжаете В Японию Возьмите С собой Разговорник Обязательно Потому Что Это Вам Очень Пригодится В Жизни И Вообще В путешествии По Японии На Японском Языке И Конечно Желательно Знать Английский На Всякий Случай Потому Что Некоторые Японцы На Улицах Кто Знает Английский Они Пытаются С вами Общаться На Английском С С Одной Страны Для Туриста Это Удобно Хорошо С Другой Страны Нет Как Мне Как Студенту Когда Я Изучал Японский Язык И Хотел Потренироваться На Улице В Магазине Или Где Нибудь На Рынке Японском Языку Мне Это Не Нужно Было Чтобы Со Мной Разговаривали На Английском На Ворот Хотел Чтобы Со Мной Разговаривали На Японском Но Японцы Автоматически Переключались На Английский Язык При Виде Иностранца Ты Говоришь На Японском Он Отвечает На Английском Это Напрягает Поэтому Это Неудобно Ну Вот И Все Что Я Хотел Сегодня Рассказать Если Вам Понравилось Видео Обязательно Подписывайтесь Ставьте Лайки Не Забывайте Делиться Этим Видео С Друзьями Нажимайте На Колокольчик Чтобы Не Пропустить Новые Видео Японии Ну А С В С